Всем привет! Это дневники черного копателя. Настало время подвести итоги маленького такого опросика, который на канале есть во вкладке «Сообщество», который звучит так, формулировка. «Обращаетесь ли вы в настоящее время к либеральным СМИ?» Ну, в общем, там четыре варианта ответов. Соответственно, два из них «да», но с разными как бы оговорками. Два из них «нет», тоже с разными оговорками. В итоге более двухсот человек приняло участие в этом опросе, ответило так или иначе. Соответственно, два главных ответа – это «да» или «нет». И 47% говорят, что «да», обращаемся так или иначе к либеральным СМИ. А 53% говорят, что «нет», не обращаемся к либеральным СМИ. О чем это говорит? Что примерно 50 на 50. Давайте так это все будем раскидывать. Что 50% людей все-таки так или иначе знакомы с той повесткой, которую нам вкидывают в общество либеральные СМИ. А 50% говорят, что «нет», не знакомы. О чем это нам говорит? О чем это нам говорит? Это говорит о том, что примерно 50% людей… Ну, конечно, с репрезентативностью в нашем сообществе не все так гладко, всего лишь там 200 человек. Но тоже это, знаете, немало. Это тоже, знаете, на вот приоритет поставь 200 человек – это тоже приличная такая толпа получится. И мы можем кое-чего допонять. И будем понимать, соответственно, вот так. Значит, что примерно половина нашего общества так или иначе заражена вот теми самыми мнениями и червями, значит, либерализма, которые нам вкидывают. А надо понимать, что нам вкидывают снаружи. В любом случае это происходит снаружи. И потом эти уже черви размножаются внутри нашего общества, плодятся, значит, в мозгах наших либеральных сограждан. И так или иначе воздействуют на, соответственно, на поведение и на решения, которые принимаются в нашем обществе, в том числе и в верхах. Потому что наше общество, оно может делиться на страты, на касты, на чиновников, на обычных, значит, на муравьев рабочих, муравьев воинов и на главных муравьев. Но все равно все мы так или иначе живем в одном аквариуме, понимаете? В одном. Ну вот. И, соответственно, в результате всего этого, конечно же, ну, может быть, какая-то часть патриотов идет и делает дело во благо страны, а часть людей не являются патриотами, потому что так или иначе они обращаются к этим либеральным СМИ и заражены вот этой вот самой бациллой, да, бациллой несогласия, может быть, противления, значит, к каким-то делам и так далее. И именно поэтому, именно поэтому, понимая, что, ну, нет в обществе единства какого-то, как, например, в иранском обществе, да, как в каком-нибудь, где миллионы выходят и выражают свой протест, значит, против Америки, против западного образа жизни и так далее. Да даже в том же самом Азербайджане, если возникает вопрос воевать или не воевать с Арменией, да, ну, с завнишним их геополитическим, стратегическим врагом, то все, конечно, выходят и говорят, да, воевать. А у нас не так, а у нас там какие-то есть, значит, очепенцы, уезжанты и прочее. И вот для того, чтобы консолидировать, в конце концов, через много-много лет, наше общество постепенно, не сразу, знаете, как вот, ну, без резких движений, вот и принимаются те или иные меры, которые призваны. Ну, вот наше общество, ну, пускай не добровольно, но как-то принудительно добровольно, но все-таки не 100% принудительно, все-таки как-то попробовать его спаять, спаять. Вот. И поэтому, конечно, мы заметили, что с 1 августа YouTube на стационарных компьютерах стал немножко подтормаживать, да, его прикрутили. То есть немножечко рубильник там где-то надо, где-то надо опустили, и, в общем, YouTube у нас стал подвисать. Подвисать. И немаловажно, то есть это очень полезное дело, немаловажное. Почему? Потому что именно на YouTube всякие вот такие моросящие каналы, типа Дождя, Радио Свободы, Настоящее Время, все эти вражеские ЦРУшные помойки, которые целенаправленно работают, каждый день, целую ночь там записывают, привлекают в свой, вообще-то, вражеский стан всяких ощипенцев, бывших интеллигентных людей, из числа журналистов, беглых и так далее. Среди многих хватает моих даже знакомых, с кем, ну, как знакомых, с кем я раньше учился даже, в культе эти журналистики МГУ, прям в одном и том же, на одном и том же потоке или курсе, как хотите. Есть такие люди. Вот. И потихонечку-потихонечку они через YouTube, именно через YouTube, они понимают, что влияние на наши умы, наше общество, кроме как через YouTube уже и невозможно навлиять. Вот так вот, знаете, навлиять. И каждый день выпускают сотни, тысячи видео и больших. Интервью там Ходорковского с Дудем, Дудя с Ходорковским, Миша Козырев с Карп, с Каспаровым, простите, Миша Козырев с Ходорковским, там, двух-трехчасовые интервью. Значит, Дудя с Лебедевым, с Артемием, да, нашим несчастным дизайнером таким. В хорошем смысле слова несчастным. И все вот это все обязательно, и украинские всякие помойки, которые вроде бы как бы они украинские, но они на русском языке вещают. А для кого? Не для внутреннего жилпотребителя, исключительно для российского нашего населения. Они все вот пытаются заболотить, да, наше сознание. Вот так вот. И поэтому принято было решение постепенно, от Ютубчик, так вот, накидывать на него такую темную ткань, на эту всю клетку, чтобы, наконец, попугайчик решил, ну, смог бы замолчать, не видел бы ничего, и его бы, чтобы, наконец, никто и не слышал. В конце концов, чтобы еще и стеклянный сверху у него колпачок накрыть, чтобы он там бы и задохнулся. Этот попугайчик вражеский, говорящий, наемный. И вот мы видим, что постепенно, постепенно это к этому все идет. Значит, что будет вслед за этим? Вслед за этим, конечно же, будут расцветать буйным цветом наши замечательные пропагандистские машины, и будет усиливаться их влияние. Но ввиду отсутствия вот этой конкурентной точки зрения они не будут иметь естественных противников, с кем надо бороться, кому надо оппонировать, простите, и так далее. И, конечно же, безусловно, вот ввиду этого они будут, конечно, деградировать постепенно, а может быть, довольно и сразу, довольно быстро продеградируют все наши замечательные пропаганды каналы, что мы, в принципе, уже и видим. Я говорю сейчас просто объективно, не пытаясь никого там обидеть или, не дай бог, дискредитировать, но тенденцию мы-то понимаем, да, что в отсутствии врага, в отсутствии боевой работы копье начинает ржаветь, копье, это вот наше вот перо, да, оно будет тупиться, ржаветь, и в конце концов будет очень тупым и ржавым, неспособным к реальной какой-то серьезной работе, и эффективность его будет минимальная. Поэтому все-таки надо периодически выходить как-то на YouTube, чтобы было много независимых мнений, но неангажированных со стороны врага, которые проплачены теми же людьми, вот это все, знаете, вражеское гадство. А вот такие вот люди, типа как я, ну и прочее, ну таких, как я, мало, а практически уже и скоро совсем не будет, и практически их и нет, потому что, ну, ваш покорный слуга – это продукт штучный, продукт уникальный, и, можно сказать, известный в своем роде. Поэтому я вас призываю, переходите на Бусти, на Бусти – это как, ну, независимый канал, который никто не будет, независимый проект блогерский, который никто не будет закручивать, накручивать. Там спокойно можно регистрироваться и следить за новыми видео, за новыми интересными мнениями, которые будут возникать, соответственно, в результате каких-то новостей и прочего-прочего. Все, приходите на Бусти, там с вами встречаемся, там мы постоянно будем с вами видеться. Есть на Ютубе, но в итоге, потому что его прикручивают, можно лишь изредка видеться, но поскольку, поскольку, конечно, на Ютубе там порядка 20 тысяч у меня подписчиков, я буду его использовать, и сейчас, как сейчас использую, то есть в качестве площадки для опросов, более-менее репрезентативных. Люди могут даже, не будучи подписчиками, могут заходить и голосовать. Вот это, я думаю, полезный инструмент, интересный, даже если не будет грузиться в видео, все равно вы можете заходить на канал и проголосовать, оставить свой голос, а потом мы будем постепенно это все подводить итоги всех этих опросов и выявлять какие-то интересные тенденции, делать мозговые штурмы, соответственно, по этим поводам. И будем с вами понимать, как нам жить дальше и что нас ждет в ближайшем или в далеком будущем. У меня на этом все. Встречаемся на Boosty. Пока.